Итоги уходящего понедельника Как финансовый сектор сработал в 2021 Учиться играя и обучаться в игре В 35-й школе Бобруйска работают лего-классы Более интересный учебный процесс В чем особенность обучения? Не трогай, убьют Зимой возможны повреждения опор и обрывы линии электропередач От опасного участка стоит держаться на расстоянии 6-8 метров Что еще стоит знать? А также февральские изменения Запрещенное изделие И пожарная тревога В Бобруйске спасатели тушили гараж и автомобиль Все ли живы? Вопросы финансов Александр Лукашенко принял с докладом главу Национального банка В первую очередь президент интересовал Выполнение параметров прогноза социально-экономического развития Стоит отметить, в 2021 финансовый сектор сработал хорошо За год Рубль улучшил свои позиции по отношению к иностранным валютам Следовательно, укрепилось и доверие населения к банковской системе Как отметил глава государства, это хорошая база для дальнейшего роста Хочу вас предупредить и правительство Вот то, что мы наметили ВВП и прочие показатели Стабильность должна быть обеспечена Люди не должны переживать Это святое Не дай Бог, это не будет выполнено Главное, как вы только что признали оба Это экономика Все остальное второстепенно Все рычаги в ваших руках Еще при назначении Эти рычаги были вам переданы Принимайте любые меры Как я сказал, по здравоохранению Но сохраните жизнь людей Только так и вам в экономике Вы и Головченко, и подчиненные вам структуры За вами контроль И вот эти разговоры Вот у правительства есть свои показатели А в банковской сфере свои показатели Ах бы там инфляция, не инфляция Мы по всем вопросам договорились И по инфляции у нас показатели В рамках 6% И по ВВП и экономикой Все определено Это должно неукоснительно соблюдаться Валерий Иванович, всякие споры По поводу того, сколько у нас денежные массы Какой курс рубля и прочее Это там в правительстве Вот два кита Вы третий Садитесь, обсуждайте Принимайте меры Но железобетонно должно быть исполнено Озвучил президент И главное требование к правительству Это обеспечить ценовую стабильность Необоснованный рост нужно пресекать Здесь глава государства принципиален Также Александр Лукашенко отметил Геополитические вызовы Не должны быть преградой Для развития экономики И повышения качества жизни людей Преступная деятельность В Бобруйске прикрыли нарколабораторию 26 января сотрудники милиции Задержали двух братьев 33 и 44 лет В квартире и частном доме Мужчины оборудовали помещение Для изготовления запрещенного зелья Теперь оба стали фигурантами Уголовного дела За незаконный оборот наркотиков Изъятые растения, семена А также высушенная марихуана Отправлено на экспертизу Установлено, что задержанные Не только сами употребляли Выращенный наркотик Но и занимаются его сбытом Всего в Могилевской области Выявили пять нарколабораторий По выращиванию коноплей Это показатели за месяц Пожарная тревога В Бобруйске на Фурманово Спасатели тушили гараж ЧП произошло в минувший четверг В 22.14 К моменту прибытия подразделения В огне была не только пристройка Но и рядом стоящий автомобиль Хозяин в это время находился на улице И с его слов в доме никого не было Спасатели ликвидировали данное возгорание В результате которого повреждена Кровля гаража и жилого дома А также поврежден легковой автомобиль Пострадавших нет, причина устанавливается С начала года в Бобруйске произошло 10 пожаров Один человек погиб МЧС напоминает В случае возгорания немедленно покиньте помещение И позвоните по номерам 101 или 112 Доступное жилье, ветреный прогноз и национальный экзамен Президент подписал кодекс об образовании Какие нововведения ждут школьников? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Александр Лукашенко подписал кодекс об образовании Одно из главных новшеств – появление национального экзамена в школах Выпускники 11-х классов теперь будут сдавать математику, русский и белорусский языки А поступать в вузы по сертификатам этого испытания Плюс официально закрепятся понятия дистанционного обучения Также учреждения смогут обмениваться в сети учебными программами Февраль привнес в жизнь белорусов ряд новшеств Во-первых, изменится бюджет прожиточного минимума Вслед за ним подрастут и выплаты для отдельных категорий пенсионеров Увеличат доплаты людям старше 75 и надбавки по уходу за инвалидом первой группы Или лицам, достигшим 80 А также социальные пенсии Вырастут пособия по уходу за ребенком Повысятся выплаты женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока беременности Жилье в стране подешевело за год на 6% К концу 2021-го средняя стоимость квадратного метра снизилась до 2151 рубля При этом цены на первичном рынке упали на 8%, на вторичном – минус 3 Самые дорогие квартиры по-прежнему в Минске – 3000 рублей за квадрат К слову, в 2022-м в Беларуси обещают построить еще 4 миллиона квадратных метров В Беларуси на вторник объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра Местами порывы достигнут 20 метров в секунду По всей территории страны ожидается снегопад, на дорогах гололедица Ночью до минус 8, днем – до нуля МЧС рекомендует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей Всего 4 дня остается до старта зимней Олимпиады в Пекине Многие белорусские спортсмены уже на месте Они адаптируются и готовятся к соревнованиям Для выступления организаторы подготовили 25 спортивных объектов Многие из них использовались во время летней Олимпиады в 2008-м Игры пройдут, напомним, в Китае с 4 по 20 февраля Беларусь представит 28 атлетов в 6 видах Медали разыграют в 109 дисциплинах Нестандартный формат В Бавруйске школьников обучают с помощью лего-конструктора Как в 35-й школе, таких два класса Благодаря маленьким строительным деталям ребята учатся писать, читать, считать В особенностях разбиралась Ольга Васинда У первого В – урок математики На партах нет тетради, ручек, счетных палочек Вместо этого стандартного набора – конструктора лего С помощью которого учитель в доступной форме объясняет новый материал Языки, литературу, цифры легче усвоить на примере маленьких строительных деталей Я считаю, что это не отвлекает от занятий А наоборот помогает Используем это и как счетный материал То есть нагляднообразное мышление у них развивается Нужно детей завлечь У них сейчас много всего И это, я думаю, их привлекает в более интересный учебный процесс Лего-конструктор позволяет развивать мелкую моторику рук Логическое и нестандартное мышление И для того, чтобы собрать ту или иную фигуру Ребенок прикладывает немало усилий Главная помощница в реализации творческих замыслов – плата или строительная пластина Для каждого ребенка вот такой набор В нем нет ничего лишнего Только нужные детали разных цветов и формы Так детям легче выполнять задания Например, чтобы изобразить число 1 План лего-урока состоит из индивидуальных и групповых упражнений Застенчивые малыши получают отличный повод для общения со сверстниками А шумным непоседом такие занятия прививают усидчивость и аккуратность Занятия с конструктором тебе нравятся? Мне да А чем тебе нравится? Мне нравится собирать такие фигуры, такие диреки Мне нравится состав числа делать Мы там строим цифры, там гласные и согласные буквы А, там буквы строим Мне нравится больше всего строить цифры, фигуры Компания Лего основана 90 лет назад Сейчас это бренд номер один среди производителей детских игрушек Из пластмассовых кирпичиков можно построить все – от электронного робота до целого города Образовательная линейка была запущена в 2011 Современные учреждения образования требуют современных новых технологий Было принято решение открыть на базе нашего учреждения Лего-класс Желающих было много, поэтому мы открыли сразу два Лего-класса Лего – это отличная перспектива Если дети вначале лишь обучаются на конструкторе, то в будущем проектируют сложные робототехнические комплексы Которые широко используются на ведущих предприятиях страны Основы безопасности жизни в деятельности Госэнергогазнадзор напоминает Зимой возможны повреждения опоры и обрывы линии электропередач Невидимая опасная зона округ места аварии может достигать 8 метров Что делать в такой ситуации, как не навредить себе, расскажет Карина Гуревич Метель, лужи, гололёд, зима – время сложных погодных условий Так на линиях электропередач налипает мокрый снег и образуется лёд Что часто становится причиной повреждения опоры и обрывов проводов Если вы стали очевидцем такого происшествия, нужно помнить о правилах безопасности Получить травму можно издалека Земля – отличный проводник электрического тока Поэтому от опасного участка стоит держаться на расстоянии 6-8 метров Приближаться строго запрещено Плюс незамедлительно нужно набрать на телефоне 115 Это номер аварийно-диспетчерской службы Дальше устранением последствий будут заниматься специалисты Какая-то ситуация сложилась, что вы поняли, что зашли То обязательно помним про шаговое напряжение Суть заключается в том, что чем больше у человека шаг, ширина шага Тем больше разность потенциалов между двумя ногами И больше ток, который проходит через него Надо выбираться или очень маленькими шажками Или стараться, как говорят, выпрыгивать Рыбакам на заметку – современные удочки без проблем проводят электричество Человеку даже не обязательно касаться проводов Стоит лишь приблизиться Поэтому заниматься хобби нужно в безопасных местах А вот на работе за людей отвечает руководитель При работе вблизи линии электропередач Должны быть назначены специальные ответственные лица Которые должны контролировать безопасно эту работу И при совсем неблагоприятной Это когда, ну, именно в сам снегопад Когда сильный ветер, да Что такие работы надо прекращать Для того, чтобы избежать случаев электротравматизма В таких погодных условиях стоит усилить меры безопасности Проверить мобильные источники электроэнергии Также необходимо очистить крыши от снега и льда Помните, соблюдая правила безопасности Зима пройдет спокойно и без происшествий Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»